Всем привет дорогие друзья, вы на канале Влад Ленин Плей, и вышедший на той неделе четвертый эпизод Лунного Рыцаря под названием Гробница буквально изменил все правила игры благодаря нескольким неожиданным поворотам. Далее последуют спойлеры, поэтому если вы еще не ознакомились с сериалом, советую перемотать минутки на 3-4. В конце эпизода в Гробнице Александра Македонского лидер культа Артур Хэроу дважды стреляет Марку Спектору в грудь и оставляет его умирать. Однако Марк, тот еще перец, вместо того чтобы сдохнуть неожиданно просыпается в психиатрической больнице, где его возлюбленная Лейла оказывается его подружкой по камере, Хэроу главврачом, лунный рыцарь пластиковой фигуркой, а Стивен Грант вообще оказывается персонажем из пародии на Индиану Джонса. В общем по сути нам дают понять и точнее скорее заставляют нас так подумать, что глобальные события наблюдаемые в предыдущих эпизодах на самом деле происходили лишь в мозгу Марка. Но понимая, что здесь что-то не так и пытаясь в панике сдриснуть с этого места, Марк вскоре в прямом смысле натыкается на свою вторую личность, лежащую в саркофаге, в виде Стивена, но уже находящегося в своем отдельном теле. Также чуть позже в этой возможно ментальной конструкции, созданной в голове Марка, они натыкаются на еще один красный саркофаг, в котором как предполагают могла находиться третья личность Марка в виде Джейка Локли, которая как считают уже проявляла себя в третьем эпизоде и еще покажет себя в будущем. Ну и финальным закрепляющим аккордом серии стало неожиданное появление бегемотихи из Мадагаскара. Конечно же на самом деле это богиня по имени Таварет, которая в древнеегипетской мифологии считается богиней защиты, деторождения и плодородия. Предполагают, что в последних оставшихся двух эпизодах она сыграет значительную роль, и это также подтверждается словами сценариста проекта Мохаммеда Диаба. Касаемо роли и важности Таварет, он сказал следующее, что я могу вам сказать, так это то, что мне нравится, как в Марвел берут восприятие персонажа и потом полностью его переворачивают. Так что Таварет ведет весь следующий эпизод, это будет сумасшедшая серия, то есть все, что в сериале было безумным, станет еще безумнее. Я всегда относился к первой и второй серии как к фильму, к третьей и четвертой как к фильму, и пятой и шестой как к фильму. Я думаю, что это будет... Таварет она необходима и очень важна, это бросит вызов всему, что вы о ней думаете. Я скажу, что она любимый персонаж Кевина Файги во всем сериале. Что ж, возможно Таварет сыграет роль миротворца между Хонсу, Амит и другими богами, но в принципе мы совсем скоро об этом узнаем, поэтому гадать не имеет смысла. Ну а сегодня мы с вами послушаем ответы на вопросы фанатов от Итана Хоука, Оскара Айзека и Мэйка Ламови. Ну и конечно, параллельно нарисуем с вами небольшой арт. А если у вас есть желание поддержать канал в этот нелегкий период, то подключайтесь к моей спонсорке в Бусти. Если раньше это была лишь условность, то теперь это стало необходимостью. Ютуб лишил ру-сегмент какой-либо поддержки. Монетизации контента не происходит, вследствие и развивать канал, постоянно в него вкладываясь и тратя на него все свои силы, не получая взамен никакой отдачи, для меня будет с каждым месяцем все сложнее. Чтобы всем было комфортно, на Бусти я установил просто максимально лояльные цены. И уже начиная со второго уровня подписки, который стоит 59 рублей, вы получите ролики, а также новые графические работы, которые кроме как на этой платформе я нигде не выставляю. Уже сегодня, в качестве дополнительных материалов и бонусов, на Бусти вы можете глянуть ролики с Томом Холландом, актерами сериалов Академии Амбрелла и Очень Странные Дела. Естественно, это все будет регулярно пополняться, а начиная с третьего уровня подписки, вы вообще сможете предлагать свои видео на озвучку. Только будьте осторожны, на третьем уровне присутствуют материалы 18 плюс характера. В общем, спасибо за внимание, все ссылки на Бусти и так далее в описании. Итак, Лунный Рыцарь, по крайней мере в комиксах, по факту всегда был антигероем. То есть он не был прям четким борцом за справедливость, не испытывал особых угрызений совести и при необходимости сможет убить или покалечить человека. Но что же касается сериала, у актеров спросили, считают ли они Лунного Рыцаря прям героем. О, да. Я думаю, что то, что он в конечном итоге делает, это очень героично, это история объединения. Я думаю, что он герой. Но его настоящая сверхспособность, это его путь к тому, чтобы стать целостной личностью. Так как, став самим собой, мы действительно можем сделать что угодно. Понятное дело, что на съемках сериала Хонсу никакого не было. Тем не менее, даже если его нет, на съемочной площадке, применив весь свой актерский талант, как-то взаимодействовать с ним надо. Один из пользователей сети спросил у актеров, каково это было работать с Богом Луны, и был ли он настоящей дивой за кадром. Нет, я думаю, что я просто не терпела всего его этого дерьма перед камерой. Да. Он на самом деле был своего рода дивой. Но это было необычно. У нас был хороший актер по имени Карим, и ему пришлось носить большой зеленый шест над головой. И это было трудно, это было сложно снимать, потому что иногда ты просто не можешь смотреть на чье-то лицо, когда они разговаривают. И нужно переключиться и посмотреть на три фута выше, на зеленый столб с мячиком на нем. Я считаю, что все египетские боги, которых я встречал, очень самодостаточны. Нет. Мне нравится весь этот мистицизм и игра спецэффектов. Я очень всем этим интересуюсь и получаю от этого огромное удовольствие. В финальной версии сериала Хонсу озвучил Мюрре Абрахам. Он всегда был моим любимчиком. Также у Мэйкла Мавии относительно Хонсу спросили, как бы она описала такой тип персонажа, и как она вообще к нему относится. Ну, на метафорическом уровне он как часть проявления заболевания, к тому же он еще и контролирует вас, но с другой стороны он меня поражает. То есть он страшный, но с его реплик я просто дико угораю, и он так по горло задолбался Стивеном, это просто шикарно. Не, ну Хонсу действительно здоровский персонаж. Он и Марк фактически как Эдди Брок и Веном, а их тандем, считай, тянул на себе все две части фильма. Во втором эпизоде, помимо стандартного облачения Лунного Рыцаря, благодаря Стивену Гранту возник образ Мистера Найта. Эти костюмы, очевидно, очень разные, и зачастую между фанатами возникают споры о том, какой из этих нарядов лучше. У Мэйкла Мавии и Итана Хоука поинтересовались, какому из этих образов они отдают предпочтение. Да, мне больше по душе Лунный Рыцарь, но появление мне больше понравилось у Мистера Найта. Я когда его увидела, я такая, о боже, это так круто! То есть Мистер Найт, он весь такой легкий, такой забавный. Я думаю, Мистер Найт, это самый крутой костюм, который я когда-либо видел. Я когда увидел в нем Оскара, просто инстинктивно начал завидовать тому, как он круто выглядел. И там он вытащил эти нунчаки весь в белом смокинге, а они такие черные. И я подумал, вот это по-настоящему круто. Мне, кстати, тоже по душе больше Мистер Найт. Чувствуется в нем прям какая-то крутость и стиль. Фактически острый козырек, только в белом и без козырька. Касаемо костюмов, так как Оскар был носителем всего этого великолепия, на одном из интервью у него спросили, как это было впервые примерить на себя все это облачение. Как классического Лунного Рыцаря, так и Мистера Найта. Когда я впервые одел этот основной костюм Лунного Рыцаря, я почувствовал себя победителем. Я реально почувствовал себя сильнее, это было круто, то есть было, конечно, неудобно, жарко, с охлаждающим костюмчиком под низом, флэшбэки пошли. Ну да, есть такое, есть такое, но далеко не так плохо. И костюм Мистера Найта, он был очень забавным. Для Итана Хоука роль в Лунном Рыцаре в качестве Артура Хэроу стала его первым опытом работы над персонажем киновселенной Марвел. У актера спросили, что привлекло его в этом проекте и заставило, наконец-таки, присоединиться к Марвел. Мне понравилась сама идея играть лидера культа. Я всегда находил такого рода персонажей очаровательными. Теми, кто считает себя духовным гуру, теми, кто считает себя более просветленными, чем все остальное человечество. Мэйкл Амави, подобно Итану Хоуку, тоже раньше особо не связывалась с Марвел. У актрисы спросили, каково было ее первое впечатление, когда она узнала об этом проекте и его масштабах, как вообще прошло ее первое знакомство. Ну, я раньше не слышала о Лунном Рыцаре. Я даже не знала, что они собираются делать в этом шоу, потому что они все такие скрытные. Но мне сказали потом, что Лунный Рыцарь – это что-то вроде Бэтмена из Марвел, но нет, что он там через многое проходит. И я такая, ну окей. И начала читать сценарий, и даже тогда я все еще не понимала масштабов и того, что мы собираемся показать, пока не попала на площадку. Не увидела декорации, не увидела того, насколько невероятным был перформанс Оскара и, конечно же, Итана Хоука, того, как это быть рядом с Мухаммедом, Аароном и Джастином. А еще, время от времени, один из наших крутых редакторов, Ахмед Хафиз, приводил нас на просмотр некоторых правок довольно быстро. Я смотрела и такая, оу, вау, вот это реально круто, но ничего из этого не сравнится с тем, что я увидела в двух эпизодах в Лондоне. И со всеми этими спецэффектами и музыкой и всем остальным, я, в общем, я прям действительно очень горжусь. Скрытность — это, конечно же, конек, Марвел. Мы вас как бы приглашаем, но куда не скажем до последнего. Следующему актеров спросили, какой момент на съемках «Лунного рыцаря» для них стал самым лучшим. Когда мы все поехали в Иорданию, это был настоящий праздник. Под конец, то есть, до этого мы очень долго снимали в студии, и тут оказались в этой большой великолепной пустыне в Адирам. Это был просто невероятный момент. Мне нравится беседовать о сценарии, это была моя любимая часть. Это очень сложная история, и нам потребовалось задаться многими вопросами, чтобы ее отшлифовать и заставить блестеть и сиять так, как хотели. Люди, с которыми я работала. Я была так напугана рядом с ними, с Оскаром и Итаном. Это было реально круто. Типа, какого черта творится в моей жизни? Зачастую лучшими злодеями, особенно из мира комиксов, обычно становятся те, кто являются своего рода инверсией героя. У Итана Хоука поинтересовались, как бы он описал Артура Хэроу по отношению к «Лунному рыцарю», то есть Марку Спектору. Я всегда думал, что работа злодея на самом деле состоит в том, чтобы быть препятствием, которое нужно преодолеть герою, чтобы полностью себя реализовать. И так, если «Лунный рыцарь» не постоянен, то злодей должен быть постоянным. Поэтому я начал видеть его как фигуру, больше несущую свет, и пришел к тому, что у него должны быть длинные волосы, как у льва, солнце, и... И если «Лунный рыцарь» разбит, то мне наоборот нужно быть более целым, и таким более мягким, добрым, по крайней мере, таким казаться. И его секрет, конечно же, в том, что он похож на «Лунного рыцаря», не больше стекла в его ботинках. И так как комиксный «Лунный рыцарь» не имеет устоявшегося злодея, мы как бы вроде проложили свой путь. И так как это мини-сериал, это немного другое направление, нежели полнометражный фильм. Его нужно было лепить по-другому. Поэтому я просто простроил его вокруг «Оскара» и того, что ему нужно для этого путешествия, понимаешь? Знаешь, «Бэтмен» или «Какого героя ни возьми», у вас не может быть «Лекса Лютера» или «Джокера», которые существовали бы с таким же обезумевшим героем. Так, мне нужно было, чтобы я был похож на злодея в здравом уме. Понимаешь? Такой вот святой злодей. И, в общем, вот так, над этим я и работал. Говоря о персонаже Мэй в сериале, то есть Лейли, у актрисы поинтересовались, если говорить о возможном будущем этого героя, то как она думает, какой еще персонаж Марвел, помимо Марка Спектора, мог бы стать Лейли отличным товарищем по команде? Мне очень нравится «Доктор Стрэйндж», потому что я очень люблю всякие мистические миры и мутки между измерениями, и мне еще очень нравится персонаж Флоренс Пью. О, да, Елена, потенциальная новая черная вдова. Да, мне также нравится, что эта обученная дама как бы отграждается от эмоций, а Лейла, в свою очередь, очень податлива эмоциям, и я думаю, что у них в этом смысле сложилась бы хорошая команда. Учитывая то, что в мультивселенной возможно все, а в мультивселенной безумие таки подавное, я бы не удивился, если бы персонаж Лейлы появился в предстоящем Докторе Стрэйндже. Такой же вопрос о том, с какими из персонажей Марвел хотелось бы еще в будущем столкнуться, задали и Итану Хоуку. С кем, по его мнению, мог бы повстречаться Артур Хэрул? Я бы хотел сойтись с Фиском из «Сорви головы», лицом к лицу с персонажем Денафрио. Вселяющий страх. И, эээ, я думаю, что между Хэрул и Фиском произошла бы довольно интересная встреча умов. Было бы круто, не думаю, что это было в комиксах, потому что Хэрул появлялся всего в одном выпуске, так что это можно было бы устроить. Посадим это зернышко в голове Кевино Файги, чтобы он смог для нас это устроить. Что ж, в принципе, почему бы и нет? Учитывая то, что ходят слухи о том, что Кинг Пин в исполнении Винсента Денофрио, несмотря на предполагаемую смерть в финале «Соколиного глаза» еще вернется и появится в предстоящем сериале про персонажа Эхо, а плюс ко всему, может быть, даже стать главным злодеем в новом «Пауке» с Томом Холландом у Артура Хэру, если он не рассыпется до конца «Луного рыцаря», хоть и мизерные, но есть шансы на то, что он его встретит. Ну а теперь пришло время глянуть, какой арт у меня вышел в этот раз. Другие мои работы вы можете посмотреть у меня в паблике, либо в моем телеграм-канале, в котором, помимо этого, вы сможете узнать, какой ролик будет следующим, посмотреть различные скетчи будущих и прошлых работ и всякие другие штуки, которые я публикую только там. А за поддержку на Бусти в этот раз мое почтение и огромнейшая благодарность ребятам под ником GoldenCicada, NeterKorn, Александр Акимов, Ye.Crew, LolTopKiller и Perse. Кстати, если вас интересуют арты погорячее, советую подписаться на Бусти. В прошлый раз подписчиками на 18-плюсную категорию была выбрана Мэри Джейн, а вот совсем недавно после опроса на очередь выпал Арт с Вандой. Кто знает, может быть в следующий раз именно ваша идея будет воплощена. А еще, для тех, кто вообще дошел до этой части ролика, рекомендую подписаться на мою страничку на стриминговой платформе Трова, где мы сможем буквально фактически пообщаться вживую, а проводить трансляции я постараюсь почаще, поиграть в игры и просто весело провести время. К тому же, опять же, если с Ютубом что-то стрясется, эта площадка вроде никуда деваться не собирается. Да и возможностей в виде всяких интерактивных штук там побольше. Можно копить манну, зарабатывать очки, повышать ранг и все в этом роде. Ссылки на все платформы в описании. Субтитры сделал DimaTorzok